Мы сейчас оказались здесь, что у нас на первом этаже все есть. И гостиная тебе, пожалуйста, и спальня отдельная в Кубе. Вот давай прям по зонам пройдемся, Вер. Какое было требование от ребят, и что получилось, и где было сложно? От ребят было самое основное требование, это выделить спальню. Ребята изначально захотели самую маленькую спальню, которая только возможна, лишь бы туда просто закинуть обычный матрас и спать. Им даже не надо было там никакого хранения организовывать. Но мне показалось это неправильным. Я сделала ее чуть побольше, чем они просили. Мы сейчас туда внутрь еще зайдем. Конечно, у меня будут вопросы про перегородку, про то, как тебе удалось это сделать. Может быть, у тебя есть какие-то секреты, как это сделать недорого? Недорого можно сделать, только сократив ее объем, этой перегородки. Потому что, конечно, стекло, металл, это влияет на бюджет. Но я скажу так, что в ТЗ было прописано, что нам нужна стеклянная перегородка. И даже изначально ребята хотели ее побольше сделать. Но мы не знали, как ее сделать больше. Потому что, с одной стороны, нам нужно разместить шкафы, прихожую сделать. Здесь нам нужно было разместить ТВ. Поэтому у нас появился только маленький кусочек, уголочек, который, собственно, кстати, работает как освещающий элемент прихожей. Потому что в прихожей у нас нет окна, хотя раньше оно здесь было. Раньше окно, оно переехало у нас в санузел, а было здесь. И освещало коридор. Поэтому мы решили осветить коридор с помощью вот такого стеклянной перегородки. Она нам обошлась, как сейчас помню, в 110 тысяч рублей. Изготовил нам ее мастер из города Гусь Хрустальный. Вообще там город мастеров, очень много кустажных мастерских, которые изготавливают похожие перегородки. Мы остались довольны работой и сроками, и качеством. В общем, можем рекомендовать такое решение. Такой уголочек, он как бы немножечко расширяет пространство самой спальни и делает интересным интерьер вокруг этой спальни. Давай еще обсудим вот про момент этой спальни. Такой получился куб. Две стены функциональные, одна в гардеробной, другая в гостиной. Сейчас мы это обсудим. И наверху, получается, тоже над ней место. То есть вот это все, это тоже металлокаркас, правильно? Нет, деревянный каркас. У нас каркас везде деревянный, а металл у нас только в перегородке. Ну и сама конструкция лестницы, и металл у нас, ограждение из металла. Вот еще у нас есть металлический стеллаж. Так что металл, он присутствует в нашей жизни. Ну, как бы заказчик захотел сделать стиль лофт. Лофт подразумевает собой использование металлических конструкций. Изначально ребята хотели маленькую спальню с матрасом. Даже кровать не хотели. Только матрас, чтобы просто прийти, упасть и спать. Но здесь я тоже настояла на том, чтобы сделать какое-то подобие удобной, комфортной, отдельной, изолированной спальни. Поэтому мы все-таки здесь, во-первых, мы заказали кровать у производителя. Никакой матрас мы сюда кидать не стали. Производитель Сонум, наш тоже Владимирский. Кровать, матрас. Кровать метр восемьдесят, для того, чтобы можно было втроем разместиться с малышом. И комфортно, удобно спать. Более того, у нас даже здесь осталось место для того, чтобы сделать такую стройку для хранения вещей. То есть здесь у нас находится штанга, для того, чтобы повесить какие-то вещи. Здесь прикроватная тумба. Ну, к сожалению, да, только для одного члена семьи, потому что там у нас окошко. Но окошко тоже может служить как полкой. Там мы сделали розетку для того, чтобы можно было подключиться, какой-то прибор зарядить. И антресоль сверху, где тоже хранение. Поэтому у нас здесь максимально удобная для этого габарита спальня получилась. Какие сложности были в спальне? Здесь, кстати, была сложность. Я очень переживала про расстояние между окнами. Мы когда зашли, здесь же не было никаких перегородок. И когда хозяин захотел выделить все-таки спальню, я переживала, что у нас перегородка не попадет, не попадет ли у нас просто в окно элементарное, и что у нас кровать не встанет. Потому что для кровати нужно, ну, 2,10 хотя бы, да, минимум. Ну, 2, даже 2,20, если с отделкой брать. И у нас прям на пределе перегородка вошла практически в оконный откос. И все, мы здесь смогли организовать спальню, пусть такую узкую, но все же все у нас получилось. И кровать, и удобный матрас. Вот знаешь, хочу тебе оставить комплимент как дизайнеру, потому что ты молодец. Подумала про удобство людей, несмотря на их какие-то хотелки, и проигнорировала. Их отсутствие опыта все-таки настояла на своем. Это большой плюс, и очень важно, когда дизайнер может так сделать. Спасибо большое, Оль, за такую оценку, правда, но я еще, проблема в том, что я люблю своих заказчиков, правда. Вот кто ко мне приходит, я много беседую с людьми, проникаюсь к ним, и мне хочется, чтобы это было удобно, правда. Мы многое можем сделать, но если это будет неудобно, но потом, впоследствии, мы не будем радоваться этим красивым решениям. Нужно, чтобы это было функционально. Расскажи вот про эту группу на стене. Что это за дерево, откуда мебель и так далее? Так, на стене, это наш производитель, сделал мебель на заказ нам. Кстати, у нас кухня и спальня, это один производитель, Романа Мебель. Мы остались им довольны, все было смонтировано, как мы хотели. Здесь была задумка использовать дерево. Изначально я хотела, это ЛДСП, ЛДСП под дерево. Ну, фактура дерева, да. Сначала думала, может быть, нам использовать ламинат, который мы на потолок закинули. Может быть, нам его на стене разместить, но подумали, что все-таки, наверное, лучше, чтобы это сделал один человек, чтобы вот торцы вот эти вот у нас были из такого же материала, как и задняя панель. Вот, поэтому нам это сделал все один производитель. Продолжение следует...